Пригласите, пожалуйста, первого испытуемого. Подойдите сюда. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень опасного преступника. Ваша задача заключается в том, чтобы вы, глядя на эту фотографию, дали психологическую характеристику этому человеку. Пожалуйста. Ну, характеристику с какой точки зрения вообще? С человеческой точки зрения. Что это за человек? Мне кажется, что этот человек хитрый. Так. Замкнутый, скрытый такой. Так. А в чем проявляется его хитрость, лукавство? Черты лица какие-нибудь обнаруживают эту особенность? В глаза. Особенно во глазах говорят о нем, что он такой подлый, да. Подлый, хитрый, лукавый. Понимаете, этот человек как-то, по-моему, очень хмуро смотрит на окружающий мир. По-моему, ему свойственно какое-то недовольство, презрение к людям. Холодное лицо у него. Да, ну, приятно. А вот преступное начало, что в нем выдает, в его лице? Глаза. Глаза. Да. А что в них, в этих глазах? Холод. Холод. Ну, я бы сказала так, что этот человек очень злой, человек, на которого трудно положиться. Потом видно, что он очень бывалый. Это, я бы сказала, ну, помимо того, что у него на лице шрамы, нос разбит, но и само вот лицо уже как бы вылеплено. С годами уже в лице вырисовались какие-то определенные черты, изобличающие жестокость и непреклонность этого человека. У него вот подбородок очень такой выдающийся, как обычно бывает у волевых людей. Потом нос какой-то очень топорный, очень грубый, который не бывает обычно на лицах интеллектуальных, а свидетельствует скорее о какой-то узости и ограниченности взгляда у этого человека. У него очень жестокие глаза, очень какие-то неприятные, холодные глаза. И вообще выражение лица какое-то очень суровое и какое-то жестокое. В общем, конечно, об этом человеке трудно сказать что-либо хорошее. Спасибо большое. Сядьте, пожалуйста, в первый ряд. Вон, кто девушки. Следующего испытуем его, пожалуйста. Здесь встаньте. Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень большого ученого. Товарищ Мишайтина, ваша задача заключается в том, чтобы, глядя на эту фотографию, вы дали психологический портрет этого человека. Конечно, мое мнение чисто субъективное. И, в принципе, по фотографии довольно трудно сказать что-либо. Но в данном случае можно сказать, что это человек довольно умный. У него пристальный взгляд. Взгляд пронизывающий. Буквально прямо как рентгеновские лучи. Человек, очевидно, все-таки очень деятельный и в то же время мягкий, добродушный. В общем-то, на него можно положиться. Ну и вообще, очевидно, это все-таки хороший человек. Спасибо большое. Садитесь в первый ряд. Ну как, поглощен работой, я бы сказала. Так. Увлеченный вообще, наверное. Сейчас серьезный, но, наверное, немножко с юмором. Серьезный с юмором? Да. Хорошее у него лицо. Лицо? Ну, приятное. Приятное лицо. Да. Добрый он человек. Да, наверное, добрый. Детей должен быть. Детей должен быть. Очень хорошо. Думаю, что, когда говорит с окружающими, он нравится окружающим. Ну, может расположить к себе людей. Портрет преступника. Об этом свидетельствуют его глаза, так нахольновато прищуренные. Мне кажется, что даже когда он говорит о чем-то хорошем, у него все равно такое впечатление, что в душе что-то у него такое нехорошее есть. Портрет ученого.